Девушки отдыхают 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 относится к категории развития отношений с Кришной. Если мы трепетно воспеваем, значит мы трепетно развиваем отношения. Если мы прохладно, безразлично воспеваем, значит у нас вот такие вот прохладные отношения. Значит мы вот становимся такими студентами прохладной жизни. И я вспомнил вот этот вот текст, тоже знаменитый. Садху Санга Намаручи Бхагава Шаравана, Матхура Бхасу Шримуртира Шарады Савана. Это господчание здесь говорит о пяти могущественных формах преданного служения. Давайте этот стих поглубже разберем. Немножко вот с такой нетрадиционной, нетрадиционной будет такая у нас подача. Что такое садху Санга? Общение с преднами. Качество общения. Какое качество? Да, это служение. Служение преданное, да. Преданные все служат. Все служат друг другу, служат Господу. Даже служа Господу они служат друг другу. Хорошо. Следующий наш? Намаручи. Намакиртан. Намакиртан, да. Намакиртан, что такое? Воспевание святого имени. Очень хорошо. Воспевание святого имени. А если качество? То как? А? Осознанно. Осознанно. Очень хорошо. Да, еще. Внимательно. Внимательно. Без оскорблений. Да, важно. Вместе с преданными, да. Хорошо. Я бы к первому еще добавил. Это садху санга. Это очень личностно. И к святому имени тоже подходит. Очень личностно. Очень личностно успевать. Так, например, чтобы усилить это личностное отношение, можно во время джапы перед собой поместить изображение Кришны. Любимая ваша картина или любимые божества. И это сразу же приведет к тому, что мы развиваем отношения со святым именем и с этим божеством. Самотично сразу же. То есть, опять же, это личностно, личностно, это дух служения. И вот интересно. Так, дальше пойдем. Бхагава Шаравана. Слушание Бхагава. Да, Шаравана. Слушание Бхагава. По качеству. Как? Внимательно. Так, идем глубже сразу. Глубже. Заныриваем глубоко, чтобы аж уши задавило. Аль? С миленом состоянием ума. С миленом состоянием ума. Слушаем. А, хорошо. Почаще. Почаще. Ежесекундно. А, еще. Почтением. С почтением. С почтением, да. С почтением, с уважением. А вот если вот взять личностно, то как? Что это значит? Под руководством. А? Под руководством. Под руководством. Под руководством лектора. Да. Понимаю, что это сам Кришна. Так, хорошо. Понимаешь, что это сам Кришна. Ага. И что при этом мы думаем? Вот мы понимаем, что это сам Кришна. И что мы при этом думаем? На что мы медитируем? На стопы. А? На стопы. Чтобы испасть на стопы. На стопы. Ага. С предностью, что мы молимся обвести любовь к Богу. То есть мы буквально со смирением. Ага. И молимся о времени. И хотим получить любовь к Богу. Ага. Как получить любовь к Богу? Ну, то есть другими словами мы с любовью послушаем. С любовью, я попробую развить эту мысль. С любовью, лично сна. То есть услышать послание Бога лично для меня. Вчера я был на Весопудже. На Весопудже. Неосвятейший Индерлин Махараши. И он ответное слово после поздравления. Он говорил, что когда мы слушаем, очень важно, очень важно вот понять, услышать так, что говорят это лично мне говорят. Я вот, это лично для меня, прямо лично. Тот, кто говорит, или гуру вот говорит в данном случае, что он говорит вот прямо лично для меня. Это вот личностное слушание. Для того, чтобы это было, нужно, конечно, помедитировать, помолиться. Очень вот хороша молитва. Можем пробовать разные молитвы. И можно, кстати, заметить такую вещь. Когда молишься какой-то личности, разным личностям можем молиться. И был ли у кого-нибудь такой опыт, что когда мы молимся вот именно вот этой личности, она откликается очень быстро. Вот другие тоже откликаются. Откликаются, но может быть не так быстро. Требуют какого-то усилия, какого-то предания, требуют, помурыжат нас, помучают нас. И потом только услышат и откликнутся. Поднимите, у кого такой опыт был? Вот попробуйте, попробуйте, понаблюдайте. И если мы что-то такое почувствуем, что эта личность откликается, значит у нас с этой личностью развиваются отношения. Или, например, наоборот может быть. Или, наоборот, явно, явно эта личность, она нам не откликается. Ну, прям явно. Значит, тоже есть личностные отношения. Но они вот как-то по-другому развиваются. То есть, знаете, это целый мир такой открывается. Вот просто молитвенная практика. Просто осознанно молиться и быть просто внимателем. Молюсь я не Тянадзе. Вот почему я молюсь именно не Тянадзе? Ну, почему не Чинтани я молюсь? Я именно не Тянадзе молюсь. Ну, почему? Потому что каждое божество и каждая личность обладают милостью. Они, конечно, во всех аспектах обладают милостью, дают милость. Но в каком-то, в каком-то они особенно милостью. И, например, не Тянадзе, он забирает материальные желания. И если эти материальные желания мучают, сразу не Тянадзе, что? Забери. Материальные желания, не задние меня тоже забери. Затем, Матхура Басу. Когда мы... Слово интересное такое, тоже не случайное. Матхура Басу. Что такое Матхура Басу? Жить, проживать в Матхуре. И вообще, если точно, то проживать не просто в Матхуре, а проживать в округе Матхура. И к округу Матхура относятся Вриндава, Врадуа. Гавархана относятся. Варшана, Нандаграм, Гакула и так далее. Это все относится к Матхура. Это округ. Целый округ Матхура. Административный целый округ. 84 кроши. И самое интересное, что когда мы проживаем во Вриндавне, если мы делаем это осознанно, стараемся развить отношения с Дхамой, стараемся развить отношения с Кришной, то Кришна к нам относится как к обитателю Враджи. Вот у нас относится к обитателям Враджи. У нее есть отношения с мальчиками-постушками, с Гоби, со старшими и так далее. И он с нами начинает такие же строить отношения. Хорошо. И последнее. Что у нас последнее? Кто помнит? Шри Муртира. Что такое Шри Муртира? Я слышал, что такое М? Муртира – это, знаете, такой вид оружия огнестративного. Планение божества. Да. Шри. Шри Муртира. Шри переводится – прекрасные божества. Божества, которые пленяют наше сердце. И смотрите, из этих… А Шрады с Иоанной – это что? Иоанной с Иоанной. Да, Шрады, Шрады. Служен, служен. Шрады с верой. И смотрите, и вот первое слово, и последнее слово, они являются ключевыми и связующими в этой огромной-огромной теме. Это целый океан. Это тема – целый океан вообще. И они являются как бы двумя берегами. С одной стороны берег и с другой стороны берегом этого океана. И смотрите, саду-санга подразумевает то, что мы служим предным. Мы развиваем отношения с предными. И вот это вот саду-санга связывает все вот эти анги предного служения, то, что мы это делаем не в одиночку. Мы это делаем вместе с предными. Навагирдан – мы воспеваем святые имена не в одиночку. Мы воспеваем вместе с предными. Повторяем джапу. Повторяем джапу тоже вместе с предными. Но зачем устраивать такие ретриты, фестивали? Чтобы дать возможность преданным вместе воспевать святые имена. И воспевать святые имена вместе гораздо проще, легче, даже интереснее. Иногда интересно, понаблюдать, как преданные воспевают святые имена. И понаблюдать – это целый спектакль, целое представление, как они воспевают святые имена. Однажды в одном храме, я тоже наблюдал за предным, и смотрю, он как бы смотрит. Вот когда предный сидит вот так вот и смотрит туда-сюда, это значит, что ум у него такой неустойчивый. Вот куда у него глаза идут, туда и ум блуждает, блуждает, туда-сюда. Я одного предного видел, я смотрю, он смотрит туда, вот как-то вот так вот смотрит. И вновь смотрю, у него взгляд так медленно двигается. Очень медленно он двигается так. И мне стало интересно, что там такое. А я смотрю, там, таракан, он на тараканами не черпает. Во время жабы. Вместо того, чтобы на божественном медленно, он на тараканами не черпает. Да, вот мы говорим о том, что это вот саду-санга, как бы склеивает все это. Воспевать очень хорошо вместе. Киртон, Киртон, вот мы поем. И вместе с предными гораздо проще воспевать. Зачем устраивать такие огромные-огромные фестивали, где тысячи-тысячи людей? Потому что вдохновение большое. Много, много воспевающих, это очень большое вдохновение. Очень мощное, очень сильное вдохновение. Потом следующее, Шриман Бхагава. Шриман Бхагава тоже служим вместе с предными. У меня были, у меня были такие опыты, были. Когда я давал Бхагаву, там, и был один человек, все. Это очень интересный опыт такой. Это разные вещи. Когда один слушает, и когда много, много слушает. С одной стороны, это как-то личностно, более сокровенно. Но вот, когда побольше предан, оно как-то повеселее все-таки. Слушание Бхагава, там, тоже вместе с предными. У меня также был опыт, когда я слушал один. Один преданный читал Бхагава, там, и я был один слушателем. Как однажды, один ученик Бхагава рассказывал, что он пришел на лекцию по Бхагаву. И преданные, видимо, очень заняты были. Служения, наверное, много было. И они вместо себя оставили плееры. И включили их на запись. Поставили, поставили плееры. А он давал, он приехал, и он давал несколько лекций. И он так это проглотил эту, так сказать, пулю. Дал лекцию. Потом на следующий день приходит, опять приходит, смотрит, плееры бежат. И на этот раз он запасили. Он принес свой плеер, включил его. И пошел. То есть плеер проповедовал плеером. Вот я вот тоже так слушал, я тоже так себя чувствовал, что вот одному как-то еще попредных побольше. Это связует, связует этот стих тоже. Бхагава тоже вместе слушаем. В Тхаму едем. В Тхаму, когда мы едем. Мы едем тоже, группами едем. Потому что, когда мы не делаем это вместе с предными, то этот эффект усиливается в несколько, а то и во много, во много раз. И то же самое, когда мы поклоняемся божествам, мы это делаем вместе с предным. Мы делаем это в команде предных. Разные предные поклоняются божествам. Мы проводим пужу. Но другой предный наблюдает, и нам интересно, как он это делает. Мы наблюдаем за ним. Медитируем. Когда он обращается к божествам, он произносит голову. Он кивает или не кивает. Напряжен он. Или, наоборот, расслаблен. Или он счастлив. Или он не выспавшийся. И так далее. Вот это вот ключевой, очень такой ключевой момент. И следующее, это жрады, жрады с Ивана, оно относится, на самом деле, служить, служить и с Эваном. Сэван от слова, с Эваном. Служить с предностью. Служить с верой. Когда мы общаемся с предными, саду санды, мы служим. Мы служим предным. Когда мы вместе воспеваем, мы тоже, мы тоже служим. Мы тоже служим предным. Вот этот вот дух, вот это вот настроение служения, он находится внутри, внутри нашего сердца. И по мере того, как вот это вот настроение развивается, настроение услуги, мы становимся ближе к Кришне, более личностно относимся к Кришне, более относимся, более личностно относимся к предным.